Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Как насчет Марка 11 главы? Откройте со мной 11 главу Марка. Библия – это летопись встреч человека с Богом и Божьих встреч с человеком. Мы читаем ее снова и снова, мы к ней возвращаемся, потому что в разных повествованиях, записанных в Слове, мы находим ответы для своей жизни. Не правда ли? Например, посмотрев на Иаира, мы видим, как он столкнулся с внезапной бедой. Он столкнулся с совершенно критической, чрезвычайной ситуацией. Зная это, мы можем посмотреть, какой выход, какую помощь предлагает Иисус в чрезвычайной критической ситуации, когда стоит вопрос жизни и смерти. Каковы его указания для такого времени? Веруй. Иисус сказал Иаиру, только веруй. Аминь. Потому что, когда мы сталкиваемся с критической, чрезвычайной ситуацией, ум начинает метаться, так? И если вы не будете осторожны, что же делать, что же делать, что же делать, вы забудете о вере в вашем сердце в такое время. Потому что натиск обстоятельств на ум может быть настолько сильным, что вы забываете, минуточку, помощь же внутри меня. И именно об этом напомнил Иисус, когда Иаиру сказали, не утруждая учителя, дочь твоя умерла. Подумайте, каково услышать такие слова. Вопрос жизни и смерти. Критическая, чрезвычайная ситуация. И мне нравится расширенный перевод. Иисус, услышав, но проигнорировав то, что они сказали, повернулся к Иаиру и сказал, только веруй. Кто из вас знает эти успокаивающие слова для чрезвычайной ситуации? Именно поэтому мы возвращаемся снова и снова к историям, записанным в слове. Потому что мы находим ответ для своих ситуаций, смотря на их ситуации. Не правда ли? Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет. Затяжная болезнь. Никакой надежды на врачей. И эта болезнь вынудила ее растратить все деньги. А у нее было много денег, потому что потребовалось 12 лет, чтобы их потратить. И по истечении 12 лет у нее не осталось ни денег, ни здоровья, ни каких-либо земных возможностей. Но она мне так нравится. Она все равно вышла из дома. Представьте, что такое терять кровь 12 лет подряд. Это такая анемия, с которой очень мало кто сталкивался. У нее не было никаких сил. Ей приходилось брать себя в руки на голом упорстве, чтобы просто встать с кровати с утра. Иисус не пришел к ней домой, чтобы облегчить ее исцеление. Если хочешь, пойди и получи. Она встала и вышла из дома, хотя было гораздо проще остаться в кровати. Она встала и вышла из дома. Она пошла туда, где с точки зрения закона она ставила свою жизнь под угрозу, потому что женщине в ее положении с истечением крови не разрешалось находиться среди людей. Итак, она подвергла себя огромному риску. Но что мы видим? Она не сдалась болезни после 12 лет затяжного заболевания. Если что-то долго не меняется, это еще не значит, что вы должны с этим мириться. И вам не нужно сдаваться, говоря, «Ну, так было всегда». Не должно так быть. И именно такой была эта женщина. Она в своем желании не сдавалась. Она не переставала противостоять всему, что происходило в ее теле, всему, что знал ее ум об опасности быть среди людей. Она пошла против этого. Она не сдалась и не согласилась со своим положением. Не приняла это. Вот что мне так нравится в ней. Она так никогда и не согласилась с этим. И что она сделала? Она не стала ждать, пока Иисус придет к ее двери. Многие люди ожидают, что Иисус появится у их нужды. Она притащила свою нужду туда, где Он был. Она притащила свое тело туда, где была помощь. Многие люди просят проповедника приехать к ним домой и помолиться за них. Я вам скажу, настоящая вера вытащит вас из дома. Вы вытащите себя. Потому что настоящая вера не позволит обстоятельствам диктовать вашему телу, куда Ему идти. Аминь. Итак, когда мы смотрим на подобные встречи, мы видим ответы для своей жизни. Поэтому мы возвращаемся к слову. Для этого они записаны в слове. Поэтому брат Хеггин рассказывал свои истории снова и снова. Я родился свыше без 28 в южной спальне дома номер 405 по улице Норд Колледж в городе Макинь, штат Техас. Если мы с мужем не слышали этой фразы во время одной из его конференций, мы чувствовали себя обделенными. Почему? Мне нужно услышать свидетельство. Почему? Потому что в свидетельстве есть ответ на мою нужду. Поэтому не будьте настолько узколобыми и невосприимчивыми, чтобы просто слушать чью-то историю. Услышьте свои ответы, представленные в обертке чьей-то жизни. Аминь. Поэтому так важно, питаясь словом, не просто читать одно и то же вновь, а искать свои ответы на сегодня и на будущее. Аминь. Полная вера никогда не приходит от услышанного один раз. Полная вера никогда не приходит от прочитанного один раз. Она приходит, когда вы слышите что-то снова и снова, и это попадает внутрь вас. И сегодня, слушая, не сидите и не говорите. Мы все это знаем. Если в вашей жизни уже проявилось все, что предлагает небеса, тогда я, может, прислушаюсь к вашему заявлению. Но поскольку это не произошло ни с кем из нас, есть что-то большее. И нам нужно постоянно слышать то, что вводит нас в большее. Аминь. Нам посчастливилось слушать брата Норвелла Хейза и быть с ним в его последние годы. Он ушел домой Господу в октябре 2018-го. То есть прошел год. И нам следует помнить, что это люди, ходившие с Богом. Брат Норвелл, папа Хейген, доктор Саммерл. Нам нужно обращаться к их опыту с Богом. К их опыту с Богом снова и снова. Потому что именно так мы поступаем с Библией. Мы обращаемся к опыту людей с Богом. Вот что такое слово. И когда мы возвращаемся к разным рассказам и опыту мужей Божьих в нашем поколении, мы почитаем их как Божью помощь для нашей жизни. Возможно, это не записано так, как в слове, но Бог дал нам живой пример через опыт этих людей. Поэтому нам нужно возвращаться к их материалам, прослушивать их проповеди. И, к счастью, мы живем во дни, когда так много записей. И вот, слушая брата Норвелла Хейза, мы встречаем историю, когда у его дочери на теле было 42 нароста. Эти образования удаляли хирургически, но они вырастали снова. И, как рассказывал брат Норвелл, приводили с собой родню. Их становилось больше. Каждый раз, когда медицина пыталась помочь, все становилось только хуже. И вот, все ее тело было покрыто этими уродливыми наростами. Представьте, каково это для девушки. Брат Норвелл Хейз был в деноминации, которая не учила о вере или исцелении. Но потом стал приходить свет. Бог начал вводить его во свет исцеления и веры. И в ранние годы его служения он начал видеть, что исцеление-то доступно. И тогда он стал молиться. «Бог, исцели мою дочь! Бог, исцели мою дочь!» И он рассказывал, что он молился три года каждый день. Сел Богу на уши, если можно так выразиться. Он ожидал от Бога, просил Бога что-то сделать. И вот, спустя три года, он прохаживался по своей гостиной. Совершенно обыденно. Но поскольку он не сдавался, понимаете, он осознавал, «Я недостаточно знаю, иначе это не заняло бы три года». И он не сдавался. И поскольку он не сдавался, кто ищет, тот найдет. Аминь. Если же сидеть, сложа руки и ждать, пока на вас что-то свалится, вы ничего не найдете. Нужно искать. Хотя он не знал Слово так, как он знал его позже, он молился и ждал, чтобы Бог сделал что-то для его дочери. И вот, однажды он прохаживался по гостиной своего дома и внезапно вошел в облако. И когда он вошел в облако, его дух оставил тело, и он оказался на небе. И там услышал слова. И это не были слова «Сын, я люблю тебя, ты молодец». Знаете? Это были решительные слова. Слова с оттенком недовольства. И вот, что Бог сказал ему во время этой встречи. «Как долго ты собираешься мириться с наростами на теле твоей дочери?» Вот что сказали ему небеса. Небеса не сказали «Иисус – целитель». Истинно ли это? Да. Но не в таком наставлении он нуждался. Многие люди думают «Раз Господь меня любит, значит, у меня все получится». Не зная определенных вещей, вы будете терпеть неудачи, пока Господь вас любит. Вам нужны знания. Слово говорит нам в книге Осии «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Не из-за недостатка Божьей любви. Бог нас любит. Но любви недостаточно. Вы не можете просто сказать «Ну, Господь меня любит, все будет хорошо». Все будет хорошо, когда вы начнете делать то, что Он говорит. Брату Норвелу недоставало знаний. «И был оттенок недовольства в голосе, сказавшем Ему на небе, как долго ты собираешься мириться с наростами на теле твоей дочери». Обратите внимание, дочь была под его властью. Если он верил, ее жизнь отображала его веру. Если он не верил, ее жизнь отображала его сомнения. Жизнь ваших детей показывает, во что вы верите и во что не верите. Родители, у вас есть власть над детьми. А это значит, что вам нужно сделать все, чтобы ваша власть благословляла ваших детей. Аминь. Брат Норвелу подумал, «Боже мой, наросты же не на мне, почему он кричит на меня?» Потому что он имел власть над дочерью. То есть, у дочери было то, с чем он мирился. Брат Норвелу спросил Иисуса, «Что ты имеешь в виду?» И он ответил, «Я сказал, «Как долго ты собираешься мириться с наростами на теле твоей дочери? Если ты их проклянешь во имя Мое, они умрут и исчезнут». И послушайте дальше. Если поверишь и не будешь сомневаться, точно так же, как я поступил со смоковницей, говори им, «Это гора в твоей жизни». Говори ей. Скажи ей, что делать. И она повинуется тебе, если ты сделаешь это во имя Мое. Прокляни корни этих наростов. Они умрут и засохнут, и исчезнут. Если ты поверишь и не будешь сомневаться. Это слово с неба. Вы понимаете? И брат Норвел рассказывал, «Когда я вернулся на землю, я вошел в комнату дочери. А с ней был парень, с которым она тогда встречалась. И дьявол подбрасывал кучу мыслей, «Не иди сейчас, ты же поставишь ее в неловкое положение». Послушайте, когда с чем-то нужно разобраться, ваша гордость ни при чем. И он пошел прямиком в ее комнату, возложил на нее руки и проклял эти наросты. Он только что вернулся с неба. Самое время что-то сделать. Когда помазание на вас. Так? Прямиком пошел, возложил руки на ее тело и проклял эти наросты и повелел им исчезнуть. В то мгновение они не исчезли. Но не в этом суть. Иисус сказал, «Если поверишь и не будешь сомневаться», то есть он дал знать, что пройдет какое-то время, «И смотри, за это время не измени то, во что ты веришь, не замени свою веру сомнениями». И с того момента, в течение сорока дней, он говорил, «Спасибо Богу, она от этого избавлена. Спасибо Богу, она от этого исцелена. Я благодарю тебя, Отец, что твоя сила действует». И эти наросты засохли на корню. И вот, спустя сорок дней, дочь была в спальне. Она вытащила всю свою одежду из шкафа, разбирала ее и наводила порядок. Одежда лежала на кровати, и она собиралась ее развесить. И вот, она берет вешалки, развешивает одежду в шкафу, и вдруг, только что вешала, и наросты были на руках, берет новую порцию одежды, вешает ее, и наростов нет. И она выбегает с воплем, потому что она испугалась. Это нормально. Брат Норвелл рассказывал, «Я знал, что это произойдет. Я не знал, когда, но я отказался сомневаться». Не беспокойтесь о том, когда. Когда придет мой ответ. Потому что веру не столько интересует вопрос «когда», сколько то, чтобы стоять твердо. Чем скорее вы перестанете смотреть на часы, тем быстрее придет ответ. Чем больше вы смотрите на часы и календарь, тем больше вы колеблетесь. Вас интересует не то, что нужно. Когда все, что вас интересует – это часы и календарь, и как долго придется ждать, вы еще не готовы. Аминь. Я много раз слушала этот рассказ брата Норвелла. Почему? Потому что в нем есть ответы для меня. Вы спросите, а с чем ты столкнулась? Нет, не с тем же самым. Но дело в том, что я хочу заготовить ответы на будущее. Для того, с чем я еще, может, даже не столкнулась. Но если я вложу это в себя, я буду знать, что делать, когда столкнусь с тем, с чем он сталкивался. И мне здесь больше всего бросилась в глаза эта фраза. Как долго ты собираешься мириться с многоточием? Для него это были наросты на теле дочери. И конкретно об этом прозвучали эти слова. Но в целом тот же вопрос звучит и для нас. Как долго ты собираешься мириться с... А дальше сами заполните пробел, с чем вы миритесь. Многие люди ждут, чтобы Бог что-то сделал, а Он ждет, чтобы они перестали мириться с чем-то. Аминь. Иисус не был доволен, что брат Норвелл мирился с этим. Когда мы миримся с чем-то, от чего Иисус освободил нас такой ценой, Ему это не угодно. Но Он же любит меня. Да. Но то, что кто-то вас любит, еще не значит, что Он вами доволен. Я не хочу, чтобы Он просто любил меня. Я хочу, чтобы Он был доволен мной. Я хочу, чтобы Он был доволен. Ему это слишком дорого стоило. Аминь. Как долго вы собираетесь мириться с... Как долго то, с чем вы миритесь, останется, пока вы будете с этим мириться? Вы определяете, как долго то, чего вы не хотите, останется в вашей жизни. Как долго останется болезнь? Как долго останутся симптомы? Вы это определяете, не Бог. Как долго останется депрессия? Как долго останутся мысли страха? Как долго останется беспокойство? Как долго в вашей жизни будут панические атаки? Как долго будут психические расстройства? Как долго вы будете неспособны заснуть? Как долго вы будете с этим мириться? Как долго? Как долго? Уже потому, какие слова Иисус подобрал, можно понять, что это не прозвучало так. Как долго ты собираешься мириться с этим? Как долго? По Его словам можно понять недовольство. Не потому, что Он сердится на вас, но Он заплатил цену за то, чтобы вы никогда больше не были рабами. Он заплатил цену за то, чтобы вы не были рабами, и Ему не угодно, когда вы соглашаетесь с положением раба. Болезнь делает из вас раба. Она указывает вам, когда идти к врачу, сколько лекарств вам принимать. Она руководит вашей жизнью. Вам приходится ей прислуживать. Как долго вы будете мириться с нехваткой денег? Как долго? Как долго? Как долго? Как долго вы будете мириться с тем, что все идет не так? Теперь, не поймите меня неправильно. Иногда люди находятся вне плана Божьего. И пока они вне плана Божьего, им придется много с чем мириться. Но сейчас речь о людях, которые говорят, я хочу жить правильно и жить согласно Божьему плану для меня. И вот, что я заметила о Боге. Когда вы заблуждаетесь и не понимаете, в чем вы заблуждаетесь, если вы хотя бы начнете стоять на слове, пока вы стоите на слове, свет прольется на ваше заблуждение. Потому что иногда что-то нужно исправить. Но позвольте мне сказать, если бы брат Норвелл вошел в комнату своей дочери, и при этом он бы не повиновался Богу в чем-то, например, в служении, то пока он шел, чтобы обратиться к этим наростам, пока он говорил и высвобождал свою власть, «Уберите свои руки от моей дочери». Я вам гарантирую, что пока он стоял в вере за это, Дух Святой помог бы подправить все в его жизни. Почему? Чтобы не было препятствий для его веры. Почему? Потому что он высвободил свою веру, он стоял в вере, но его веру сдерживало бы какое-то непослушание или неисполнение плана Божьего, незаинтересованность в плане Божьем. Когда вы будете действовать по Слову, Бог покажет вам другие сферы, где вы не действуете по Слову. Так приходит помощь. Поэтому вперед! Действуйте по Слову, которое вы знаете, и тогда то, что вы не знаете и что вам нужно знать, станет вам известно. Вы понимаете? Поэтому не начинайте дергаться, а вдруг есть какие-то подводные камни. Просто выполняйте ту часть, о которой я сегодня говорю, и если есть что-то еще, вы, по крайней мере, будете способны это услышать, потому что вы будете действовать по Слову. Вы, по крайней мере, будете готовы услышать то, что Богу понадобится вам сказать, чтобы ваша вера была эффективной. Аминь? Итак, как долго в нашей жизни будет что-то, чего мы не хотим, пока мы с этим миримся? Аминь. Позвольте вам сказать, большинство людей даже не осознают, с чем они мирятся. Как долго вы собираетесь мириться с недисциплинированной умственной жизнью? Как долго вы собираетесь мириться с плотской жизнью, этой широко открытой дверью для дьявола? Как долго? Как долго вы собираетесь мириться с неправильным порядком вашей жизни, когда работа для вас выше духовного призвания? Как долго вы собираетесь мириться с этим? Аминь. Но, как я говорила, часто люди мирятся с чем-то, не осознавая, что они с этим мирятся, потому что то, с чем они мирятся, настолько стало частью их жизни, что они это приняли. Ну, слава Господу. В нашей жизни будет то, с чем мы миримся. Более того, наша сегодняшняя жизнь отображает то, с чем мы сегодня миримся. Наша жизнь прямо сейчас заполнена тем, с чем мы миримся. Если нас это не радует, нам нужно перестать с этим мириться. Аминь. Мне нравится, что брат Норвелл сказал хромому, «Как долго ты собираешься мириться с кривыми ногами?» «Как долго ты собираешься с этим мириться?» Если вы оставите выбор за кривой ногой, она останется кривой. Если вы оставите выбор за симптомами, они останутся. Поэтому не давайте им выбора, прогоните их. Вы не жертва симптомов. «Ну, я пытаюсь», значит, чего-то недостает. «Когда вы молчите, когда вы не говорите, вы позволяете всему остаться, как есть. Когда вы молчите, когда вы не говорите, вы позволяете всему остаться, как есть, и ничего не изменится, все по-прежнему будет не так. Вы когда-то обращались к остоправу с каким-то смещением, а он вам говорит, «Вам потребуется 10 визитов, потому что мы поставим все на место, но телу привычнее быть в неправильном положении, чем в правильном. И нам придется снова и снова ставить все на место, пока тело не привыкнет, и мышцы не расслабятся, и не позволят ему остаться в правильном положении. Даже физически. Если тело в неправильном положении, оно таким и останется. Кому-то нужно потребовать изменений. Костоправ физически требует, чтобы этот сустав или этот позвонок вернулся на место. Он требует этого. И каждый раз, когда тот снова выскакивает, костоправ опять ставит его на место, так? Потому что если вы оставите право выбора за тем, что не на месте, оно останется не на месте. Что же в ваших силах сделать, чтобы все встало на свои места? Говорить. Ваши уста заставят все, что не так, встать на место. Если же вы не будете говорить с обстоятельствами, у них будет выбор остаться прежними. Ваше молчание позволяет всему остаться как есть. И вы не можете просто сказать, ну мой супруг этим занимается, моя супруга молится. Ну, может, ваш супруг супруга молится, но он или она не может говорить за вас. Аминь. А все останется как есть, пока мы не начнем говорить и требовать, чтобы все встало на свои места. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok